Книга «Открытым оком», 24 том, вопрос 3694, тема покаяния. Большинство попавшихся преступников уже были когда-то крещены, их вполне можно считать чадами церкви православной. Но тогда были ли для них длительные епитимии отлучения за преступления? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. При всем уважении к миссионерам, здесь никак с ними не могу согласиться, что нужно сразу же их причащать. И вот это было главным грехом миссионеров, и потому не было прочным дерево обращения от мертвых дел к жизни. Спиридон описывает, как главарь шайки в тюрьме был обращен им. Став перед ним на колени во время бунта в тюрьме, когда были и убитые на две части разделившейся тюрьмы, плакал, умоляя его образумиться. «О, если бы сейчас в этот момент увидела тебя твоя родная мама, что я стою перед тобой на коленях, то она не устояла бы на ногах, а если она уже умерла, то от одной сердечной тоски о твоей душе она несколько раз перевернулась бы в могиле. Так, умоляя и прося арестанта, я достиг своей цели. Арестант поднял меня, и мы со многими другими стоящими возле него арестантами двинулись к тому месту, с которого я начал всем им говорить проповедь». После этой проповеди этот самый арестант при всех арестантах дал мне свое верное арестантское слово, что он слагает с себя свою прежнюю обязанность. После всего этого вечером того же дня мы отпели несколько душ арестантов и сейчас же начали совершать всеночное богослужение. Во время службы я произнес две проповеди. По окончании службы арестанты пожелали у меня исповедаться, а на завтрашний день и причаститься к святых тайн. Пожелал и этот узник последовать их примеру. На следующий день в девять часов утра вхожу в церковь и вот в церкви встречаю сего арестанта. Он увидал меня, подошел ко мне и шепотом говорит мне, «Батюшка, я исповедоваться и причаститься не могу. Мне стыдно перед арестантами. Друг мой родной, послушай меня сегодня так же, как ты послушал меня вчера. Зачем менять Христа на ложный страх? Послушай меня, радость моя, исповедайся и причастись». Арестант понурил свой взор и как бы нехотя ответил, «Исполню вашу просьбу. Я уже более 37 лет не был на исповеди, еще когда был я в гимназии, то только тогда я причащался. Я сейчас же повел его в алтарь и там его исповедал». Исповедь его была трогательна. Нужно сказать то, что этот арестант получил высшее образование. Первый раз он попал в тюрьму совершенно невинно. И когда просидел в ней три месяца, то оттуда вышел таким озлобленным, что для него уже после этого не было ничего святого. Он был прежде сослан за убийство на Сахалин. Через некоторое время он бежал с Сахалина. Всех побегов из тюремной жизни он совершил семь или восемь. Все эти побеги были залиты человеческой кровью. Он не щадил ни старых, ни малых. Во многих тюрьмах он был большим Иваном, то есть тюремным царьком. Ему беспрекословно подчинялись все арестанты той тюрьмы, в которой он находился. На Сахалине он собственную рукою многих арестантов давил, как мух. Все арестанты этой тюрьмы боялись и уважали его, как своего неограниченного начальника. В одной сахалинской тюрьме он самолично вынес шести арестантам смертный приговор. И они в назначенный час покончили с собой самоубийством. Когда я, кроме него, еще исповедал общую исповедь нескольких арестантов, которые вчера вечером не явились на исповедь, которые уже мне были известны из неоднократных их исповедей, я приступил к началу служения литургии. После чтения Святого Евангелия я произнес проповедь о всепрощающей любви Христовой к кающимся грешникам. Когда кончилось запричастное и я вышел с чаши Господней к предстоящим, то и тут я произнес десятиминутную проповедь. Начал я причащать арестантов, доходит очередь и до этого узника. Когда он открыл рот, и я вложил в его рот лжицу со святыми дарами, то тотчас же арестант этот закачался. Налились его очи слезами, и он в этот момент затрясся всем своим существом. Только что отошел он от чаши Христовой и взглянул на икону Спасителя, то поднял вверх свои гигантские руки и громко во всеуслышание закричал «Христос! Христос! Ты ли меня простил? О, Боже! Ты ли меня, такого страшного убийцу-разбойника, простил? О, Господи! Я, как грецкая губка, весь пропитан, переполнен человеческой кровью. Я около ста душ погубил, невинно, невинно погубил. Я неоднократно обкрадывал храмы. О, Господи! И ты меня простил! О, милосердный Господь! Я насиловал свою мать, сестер, детей. Я предавался скотоложеству. О, кто со мною сравнится во грехах? И ты, и ты, Господи, простил меня? Слышал ли ты, Господи, что я всю свою жизнь хулил тебя, проклинал тебя? И ты, и ты, Христос, все-все мне простил. Твоя, Господи, любовь ко мне настолько велика, что я ее не вынесу. Не вынесу, я не переживу сегодняшний день. Я умру. Она погубит меня, Господи! При виде такой небывалой сцены я не мог дальше причащать арестованных. Я ушел в алтарь, и там, склонив голову на престол, нервно плакал. Арестанты подняли в церкви такое рыдание, такой рев, что мне казалось, весь храм превратился в какой-то страшный гул, раздирающий сердце. Здесь стояли некоторые частные богомольцы, из них несколько женщин впали в истерику. Кончилась служба, я услышал во дворе этой тюрьмы какой-то шум. Я подошел к окну, и что же я увидел? Этот арестант на коленях ползал перед другими арестантами, моля и прося их, чтобы они во всем простили его. И возле этого арестанта собралось такое множество арестантов, что весь двор тюрьмы представлял из себя сплошную живую массу людей. И все они, как ласточки, возле своего гнезда увивались возле этого узника. Одни из них его целовали, другие сами заражались его покаянием, каялись в своих грехах и проклинали свою преступную жизнь. А некоторые из них, поднимая свои взоры к небесам, молили Бога, чтобы Он простил им их грехи. Сей арестант писал немного писем, и последнее его письмо гласило, что он, как кончит свой тюремный срок, отправится в Алламскую обитель. Римлянам 12.15 Радуйтесь с радущимися и плачьте с плачущими. Галатам 6.2 Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Слава Творцу Вседержителю, Слава Сиона Хранителю, Милостью щедрой обильному, Мысли Владыки Всесильному, Посланы волей небесною, Силою свыше чудесную, Силой безмерно могучию, Враг тот, что грозную тучу, Был за нечестие народное, Послан на племя свободное. Ныне не грозною битвою Был сокрушен, а молитвою. Дал он народу прощенному, Вновь к небесам обращенному, В жизни и в чем несравненные Благо свободы бесценны. Красницкий